хочу показать мой сад сегодня 27 ноября на улице 26 градусов цельсия тепла наш осенний сад растет листовая капуста у нас здесь растет хочу показать на всякий случай если вдруг все замерзнет в понедельник понедельник ночью обещают 0 градусов но 11 градусов днем после этого обратно потепляет но кто знает покажу здесь опять тоже листовая капуста растет кое-что из сладкой картошки то что не выкопали опять прорастает появляются такие сюрпризы как вот надо копануть вытащить эту картошину здесь помидоры эти уже срезать можно этим ничего страшного если замерзнет здесь семена где проросли не так давно хотелось бы конечно чтобы они не замерзли будем покажу дальше здесь вовсю цветет базилик шпинат другой сорт базилика мексиканская петуния цвела уже но кусты еще растут большие уже все покрытое семенами турецкая песка растение малина не знаю в этом году выживет она у нас или нет вообще у нас малина не растет хорошо в этом году у меня чуть-чуть малинки было и живи кого с другой стороны хорошо растет розы хорошо растут если меня заросли помидоров драконий фрукт горшках в основном у меня цвет цветы растут пара цитрусовых в этом году вот эти два деревца особо и много не плодоносят на этом вот один всего висит перчик огромный на этом чуть побольше но с этого деревца мы и не ожидаем особо много фруктов в этом году в прошлом году с него собрали вот это маленького 15 килограммов мандаринок в этом году он вряд ли столько же принесет но плоды еще зеленые на других мы уже собрали мое баклажанное дерево которое метр двадцать высоту сейчас она чуть-чуть висит ниже с ветками баклажаны огромные на нем уже какой раз собираем по неделю по по два ведра в неделю собираем с этого баклажана здесь вот тоже заросли помидоров но эти как бы заросли особо бестолковые на них помидоров очень мало но я эти не сажала на осень эти я собирала весной и летом и думала они отмерли ну отмерли но оказывается нет здесь картошка по второму разу обычная картошка и по второму разу сладкая картошка здесь опять базилик здесь тоже базилик здесь у меня была морковка морковку вы выщипала выдернула всю новые растения здесь свекла посажена посадила щавель и перчик плодоносить начал на этих помидорках немного но висят помидорки поэтому пока убирать их не буду оставлю некоторые уже начинают желтеть этот не будет красный сорт это будет желтый сорт и размером они вот такие похожие по форме на грушу перчики мои здесь тоже высокие соседские собаки нападают на моего здесь баклажаны опять здесь другой сорт баклажаны здесь помидорчики уже созрели надо собрать но много и зеленых поэтому жалко если их конечно морозцам здесь у меня чеснок уже растет заново посадили аспарагус еще один баклажан лимонная трава которая должна была быть размером наверное в одну треть этого но оказалось огромный монстр листовая капуста это листовая капуста прям так хорошо куститься что мы курочек кормим курочки любят ну и сами кушаем тоже здесь тоже заросли помидоров под ними растет арахис но вот не знаю как его удалять потому что тут его сложно будет вытащить сейчас потому что все заросло помидором здесь опять базилик опять же это клумба здесь я досадила еще листовую капусту и свеклу на зиму здесь у меня лук чуть чуть морковки листовой салат он там чуть чуть совсем морковки листовой салат но мы им сейчас в основном курочек кормим мои осенние помидоры это гибриды обычно я гибриды не выращиваем так как это осенние только на один срок вот они у себя довольно таки много помидоров на них здесь баклажаны в основном здесь другой сорт тоже азиатский сорт с очень длинными серии сиреневыми лиловыми баклажанами лук морковки чуть-чуть здесь в этом углу опять базилик здесь у меня розмарин мелиса лимонная перчик морковка базилик еще лучок брокколи уже начинает созревать можно будет скоро собирать некоторые довольно таки большие уже некоторые довольно таки большие уже опять лимонная травка помидор который особо наверное не вызреет здесь возле помидора я досадила на этих выходных свеклу и бруссельскую капусту здесь опять листовая капуста здесь у нас опять брокколи много капуста просто обычная а между ними перчик перчик был здесь большой а капуста вернулась с весны посадила здесь также свеклу вот один сорт хорошо взошел вот с этой стороны был другой сорт но особо не взошел я сюда другой сорт опять досадила в промежутках здесь капуста с этой стороны капустка которая маленькая совсем с красноватыми листьями будет красная капуста это обычная капуста здесь у меня горошек на зиму должен у нас хорошо расти петрушка еще капуста сейчас покажу мои цитрусовые японский абрикос наконец-то прижился здесь на апельсинках на мандаринках очень мало осталось но мы их съедали много вот фрукты большие висят мы почти всех с этих деревьев уже сняли съели но еще много осталось а мы снимали где-то по 15 по 20 мандаринок вот такого размера с каждого с маленького деревца они где-то от полметра наверное до до метра некоторые деревца это вот они первый год посажены в земле хороший урожай цитрусовых в этом году у нас цитрусовые большие нужно немножко подкормить их гранаты тоже уже освоились но в этом году не будет гранатов естественно в следующем году надеюсь будут здесь у нас новая клумба я посадила клубнику по идее сорт должен выжить у нас нормально мы посмотрим точно у нас клубника высаживается зимой пока растут маленькие ягодки даже не знаю вызовут конечно или нет но пока маленькие ягодки есть вот с той стороны посадила досажу клубнику попозже весной а сейчас пока на зиму посадила редиску и заяц принес морковку ребенок довольный вырвал морковку к сожалению оставляла эту морковку на семена так что семян с нее не будет ну ладно с этой стороны где показывала чеснок растет тут немножко зеленых бобов растет тоже зеленая фасоль и здесь досажен лук там чуть дальше морковка зато с какой гордостью ребенок несет морковку инжир или фиги не сильно большие деревца но вот эти вот маленькие деревца уже третий год третий раз в этом году плодоносят не особо большие фрукты но сейчас они зелененькие маленькие это уже пятый раз урожай начинается сказать что прям большие фрукты но довольно-таки сладкие вкусные здесь апельсин у меня растет несколько апельсинов сортов несколько мандаринок несколько грейпфруктов различных сортов три сорта лимона розовый зеленый обычный желтый несколько лаймов здесь другая полоса цитрусовых у меня в основном с каждого деревца у нас где-то по двадцать фруктов как минимум в этом году в две мандаринки вот апельсин желтый еще одна мандаринка здесь в основном цветы немножко базилика тоже растет календула здесь крейпфрут плоды тяжелые ветки тяжелые подвязываем все приходится все растить в пакетиках чтобы не обламывали ветки еще один апельсин здесь лайм персидский лайм называется на деревце листиков мало а лайма уже в принципе собрать надо бы здесь вот артишок будет большой на заднем плане огромная цистерна это газ наш мы на мы на пропане это 1000 галлонов пропану пропановой цистерна стоит в горшочках вот маленькие годжи поданосят муж вырастил это семян гранат тоже маловато еще маленькие плоды первый год земле еще артишок артишоком розам всем фактически растениям очень нравится сейчас погода наконец-то не жарко все август так же как и я терпеть не могут я в августе почти не выходила в огород здесь у нас далеке там курятник маленький маленькая клумбочка здесь это зайкин огород у него растет помидор большой два больших помидора один стелющийся помидор пара перчиков нужен поближе у него цветочек здесь помидорки одну помидорку у нас ели гусеницы но ничего плоды растут но не особо конечно вот а другая хорошо плодоносит мы уже с нее ели и стелющийся помидор очень странный но плодов много перчики другой перчик здесь и канат и все его игрушки а там курятник у нас на крышу там у нас растет луфа залезла внизу перед входом по мостю перчик базилик у меня разные растения которые любят тень 20 курочек получается по 20 яичек но они молоденькие они только с мая у нас молоденькие курочки но вот как раз только начали входить в график вот это вот кормушки у них все ждут что им принесли кто-то снес яичко прям в проходе забрать пока не растоптали сегодня конечно после дождя здесь влажно но не грязно с этой стороны это растет шпинат и петрушка на этом закончилось покажу немножко с этой стороны мы прошли через огородную часть, но не через садовую вот здесь у меня лаврушка, лавровый лист растет там в основном все декоративные растения сейчас их, конечно, показывать они не особо красивые уже листья обсыпались, цветы давно отпали но оно цветет как сирень почти все лето к сожалению, не пахнет как сирень но все равно красивая сирень, типичная сирень, российская сирень у нас здесь не растет поэтому это вполне справляется с задачей вида внешнего здесь тоже уже немножко пора вырезать здесь у меня росла сальвия она уже отмирает на зиму я ее обычно подстригаю где-то до 10-15 сантиметров до земли и после этого она опять заново густится она у нас полностью не вымирает вот это чудо природы которое процвело посадило маленькую хлесточку процвело все лето всю осень постоянно покрыто пчелками, бабочками всем чем хочешь возле колонн глициния но средняя глициния растет больше всех выше всех они три разных сорта но другие постепенно догонят тоже все, пока